На БелЖД снова начались чистки. Знаменитая белорусская молочка признана опасной для здоровья. В Беларуси снова выбрали лучшие города для жизни. Об этом и не только, а в ближайшие несколько минут. На БелЖД в Барановичах начались репрессии. По информации правозащитного центра «Весна», случилось это после серии взрывов на железной дороге в Брянской области. В результате около 10 машинистов Барановического отделения были вызваны на беседу. В итоге все они были уволены, а в отношении некоторых завели уголовные дела за оскорбления в интернете. Напомним, 1 мая в Брянской области России после взрыва сошел с рельсов поезд, начался пожар. Позже стало известно, что составом управляли белорусские машинисты. Вечером 2 мая в том же регионе опять подорвали железнодорожное полотно. В результате опрокинулись вагоны грузового поезда. Сразу после этих инцидентов сообщество железнодорожников в Беларуси сообщило, что сотрудникам БелЖД грозит увольнение, если они откажутся ездить в рейсы в Россию. Лукашенко помиловал Романа Протасевича. Об этом сам бывший редактор Нехта рассказал пропагандистским журналистам. Напомним, 3 мая политзаключенного приговорили к 8 годам тюрьмы. О его бывших коллег Степана Путила и Яна Рудика к 20 и 19 годам заочно. Роман присутствовал на оглашении приговора. Он приехал в суд сразу с сумкой, поскольку обвинение просило взять его под стражу сразу после вынесения вердикта. Однако суд оставил прежнюю меру пресечения до вступления приговора в силу – домашний арест. 18 мая стало известно, что приговор в отношении фигурантов дела Нехта вступил в законную силу, так как не был обжалован и опротестован. Сегодня же появилась новость о помиловании Протасевича, которого задержали еще в 2021 году после принудительной посадки самолета Рейнер в Минске. Ростельхознадзор забраковал популярные молочные продукты нескольких белорусских предприятий из-за опасного для здоровья состава. В российском ведомстве сообщили о найденных продуктах-антибиотиках, бактериях и замене молочных жиров животными. Так, контролеры обнаружили антибактериальное средство в Минском твороге марки «Молочный гостиниц». Ростельхознадзоре подчеркнули, что накопление таких веществ молочной продукции способно нанести вред здоровью человека и окружающей среде. Животные жиры, найденные в копченом сыре Туровского комбината и полутвердном сыре Бабушкиной к рынке, стали поводом провести инспекцию. По ее итогам выяснилось, что в Беларуси нет системы прослеживаемости за говяжьим жиром. Его перевозят по стране без ветеринарных документов. Помимо этого, в Рикоте, также произведенной в Турове, обнаружили бактерию листерию, способную размножаться в холодильнике и вызывающую тяжелое заболевание листериоз. Отметим, что белорусская сторона пока не отреагировала на претензии российских контролеров, из-за чего Ростельхознадзор ограничил поставки с трех молочных предприятий. Борис Грызлов призвал не провоцировать Кремль на использование атомной энергетики в немирных целях. Об этом посол РФ заявил во время визита на БелАЭС. По словам политика, Москве удалось создать в Беларуси атомную отрасль, которая может быть использована для задач российской экономики. После выхода на полную мощность БелАЭС будет вырабатывать около 20 миллиардов киловатт-часов в год, что покроет около 40 процентов потребностей страны в электроэнергии. Грызлов отметил, что для обеспечения функционирования отрасли необходимы профессионально обученные кадры, ряды которых намерены пополнить около 100 абитуриентов из Беларуси, подавшие заявление в российские профильные вузы. Посол также напомнил про ядерный щит времен СССР, который обеспечивал паритет вооружений во время холодной войны между Союзом и США. Грызлов считает, что создание в Беларуси крупного атомного центра говорит об ориентированности союзного государства на освоение мирного атома. Тем не менее, политик не исключил вариант с военным применением ядерной энергетики в случае возможных провокаций. Беларусы зарубежья призвали закрыть грузовое движение на границах страны, пока не будут освобождены политзаключенные. Об этом представители диаспоры заявили на акциях, которые вчера прошли в ряде европейских городов. На митингах, приуроченных ко дню политзаключенных, прозвучало совместное обращение демократических сил к международным структурам с призывом действовать решительнее, усилить санкционное давление и задействовать международные правовые механизмы, чтобы освободить более полутора тысяч политических узников. К обращению присоединилась группа бывших политзаключенных во главе с блогером Александром Кабановым, представители НАУ, БайПол и Объединенного переходного кабинета. Помимо этого, фонд БайСол организовал благотворительный розыгрыш, средства от которого пойдут на помощь политзаключенным. Его участникам предлагается приобрести оригинальную иллюстрацию художницы Ольги Якубовской книги известного представителя чешской диаспоры Георгия Шлина «Я иммигрант». Аукцион стартовал с суммы в 100 евро. Шаг ставок составляет 50 евро. Розыгрыш продлится до 25 мая. Ссылку на него мы оставим в описании к этому видео. Напомним, что день политзаключенных – это дата, приуроченная ко дню гибели активиста Витольта Ашурка в Шкловской колонии 21 мая 2021 года. В Беларуси снова выбрали лучшие города для жизни. Ежегодный смотр проводится в течение практически всего года. И участие в нем принимают все без исключения населенные пункты страны. В первую категорию выборки, для которой предусмотрено всего одно первое место, входят минские областные центры. Со второй по четвертую – города и городские поселки с разной численностью населения. Наконец, в пятой рассматриваются села. Населенные пункты оценивают по таким критериям, как, например, площадь зеленых насаждений, количество спортивных площадок и обеспеченность туалетами. В первой категории победителем стал Брест, который уже заслуживал титул лучшего города страны в 2021. В качестве приза местные власти получат в свой бюджет 296 тысяч рублей. Во второй категории выиграли Музырь и Бобруйской, получили по 111 тысяч рублей. Жабинка, Малорита и Глубокая стали победителями в третьей категории. Брагин, Белыничи, Чериков и городской поселок Антополь и Драгичинского района Брестской области в четвертой категории. Лучшими деревнями стали Махро и Лясковичи в Брестской области, агрогородки Добромысли и Охремовцы в Витебской области, а также населенный пункт Отр в Гомельской области. И это все на сегодня. Напомню, что в воскресенье на нашем втором канале выходят новости о культуре Маланка-арт. В новом выпуске, который можно найти по ссылке в описании, рассказываем о предстоящем спектакле, посвященном Нобелевскому лауреату и политзаключенному Олесю Беляцкому, о новой книге поэта и прозаика Олеся Аркуша и новые выставки художника Романа Каминского. Если вы устали от серьезных новостей, то этот выпуск точно для вас. Хорошего всем вечера и Жыве Беларусь!